Ненужные извинения. Активисты потребовали увольнения Алмкадыра Бещеналиева. В Бишкеке патрульный милиционер навел пистолет на мотоциклиста. США грозятся принять меры, если Китай поддержит действия России на Украине. Все подробности в блоге «Кстати» прямо сейчас. Эрнст Акрамов сегодня не нуждается в том, чтобы министр Бещеналиев просил у него извинения. Заявила сегодня, 18 марта, на пресс-конференции общественный деятель, бывший депутат парламента Галина Куликова. Прощание, прости. Прости, пожалуйста. А все уже. Что все? Все уже. Все уже. Что все? А надо было раньше, прости. Так я же сразу извини. А все уже. Что? Ага. По словам Галины Куликова, это в первые дни они говорили, что пусть извиняется и прочее. Сейчас уже не надо извинять собесчинали его перед человеком с большой буквы, перед народным доктором. Он даже не достоин рядом стоять с Акрамовым, подчеркнула Галина Куликова. Они требуют освободить Алмкадыра Бещеналиева от занимаемой должности. Такие люди, как Бещеналиев, не имеют права занимать пост министра здравоохранения, добавила она. Куликова отметила, что выступающие в защиту Эрнста Акрамова оберегают его от информации о поступках главы Минздрава. «Мы ему ничего не говорили, даже что создали штаб по защите чести и достоинства. Он уже два инфаркта пережил. Если Акрамов это все узнает, то его точно хватит третий инфаркт. И тогда смерть его будет на совести этого человека, имеется в виду Алмкадыра Бещеналиева», – пояснила Куликова. В Бишкеке патрульный милиционер навел пистолет на мотоциклиста. Видеоинцидент опубликовал в социальных сетях активист Болот Ибрагимов. На кадрах видно, что милиционер стоит, направив оружие на водителя. Его коллега с жестом просит опустить пистолет. Снимающий на видео из окна квартиры просят не стрелять. Пресс-секретарь управления патрульной службы и милиции Байгазы Айты Кулулу сообщил, что инцидент произошел этой ночью. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. По информации пресс-службы, на пересечении улицы Юнисалива и Сухебатора милиционеры хотели остановить мотоциклиста за нарушение ПДД. Но он не подчинился. Его догнали и остановили в 12-м микрорайоне, где и случился инцидент. В дальнейшем, как рассказывали в патрульной милиции, мотоциклиста отвезли в наркологию. Анализы показали, что он управлял байком в нетрезвом состоянии. В итоге на него составили пять протоколов, а в отношении инспектора, который навел оружие на человека, начато служебное расследование. Ну ты попал, чувак, ты попал. Президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпиню, что штаты примут меры, если станет известно, что Китай поддерживает действия России на Украине. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент Байден проведет переговоры с председателем Си Цзиньпинем завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые действия по поддержке российской агрессии, сказал глава американской дипломатии. Переговоры руководителей США и Китая, как ожидается, состоятся в пятницу. По словам Блинкена, Вашингтон призывает все страны принять любые способы воздействия, чтобы заставить Москву прекратить операцию. Он добавил, что Пекин в данном случае несет особую ответственность. Китай, отказываясь осудить агрессию и представляясь нейтральной стороной, кажется, двигается в обратном направлении, предупредил госсекретарь. Он добавил, что по оценке США Китай рассматривает возможность прямой помощи России по части военного оборудования на Украине. На сегодня это все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет как всегда кстати. Субтитры создавал DimaTorzok